В настоящее время компьютеры справляются с большим количеством задач развлекательного характера и при желании можно даже подключить к домашней машине микрофон для караоке. В продаже имеются устройства на любой вкус, от простых и недорогих до профессиональных вокальных установок. При этом процесс подключения микрофона к компьютеру обычно занимает считанные минуты. На современном рынке в основном представлены караоке-микрофоны динамического и конденсаторного типа. Первые имеют привычный для подобных устройств вид, их можно видеть, к примеру, в руках телеведущих и вокалистов на музыкальных концертах. Они считаются наиболее дешевыми и простыми в подключении, однако за это приходится расплачиваться не всегда качественным звучанием. Хотя при желании можно немного покопаться в параметрах звука компьютера, чтобы добиться положительных результатов. Конденсаторные же микрофоны относятся уже к более профессиональному оборудованию. Они имеют облегченную конструкцию, лишенную некоторых дополнительных микросхем и зачастую устанавливаются в фиксированном положении. Подобные устройства имеют более высокую цену и обычно применяются в звукозаписывающих студиях. Кроме того, их предпочитают использовать профессиональные видеоблогеры. Таким образом важно определиться, для каких целей будет использоваться микрофон, обычного любительского исполнения караоке, либо записи песен и клипов в домашней или студийной обстановке. Современные компьютеры и ноутбуки имеют специальные разъемы для подключения звуковых устройств. Разъемы для подключения колонок или наушников обычно выполняются в зеленом или белом цвете, а для микрофона – розоватом либо красном. Нередко возле них размещаются соответствующие значки и надписи. Разъемы могут располагаться как с задней стороны системного блока, так и с его передней и боковых сторон, иногда дублируя друг друга. Большинство караоке-устройств оснащаются соответствующим штекером, однако на некоторых он может быть вида 6,3 мм или XLR. В этом случае нужно убедиться, имеется ли подходящий разъем на компьютере. Если его нет, придется дополнительно приобрести специальный переходник под разъем TRS. Включите компьютер и дождитесь загрузки операционной системы. Теперь подключите устройство для караоке к системному блоку. После подключения должен прозвучать оповещающий сигнал, а на панели задач появится уведомление об обнаружении нового устройства. Однако в некоторых случаях при подсоединении микрофона на первый взгляд ничего не происходит. Тогда кликните правой кнопкой мыши по аудиозначку в области часов и выберите пункт «Записывающие устройства». В появившемся окне должны отобразиться сведения о подключенном микрофоне, а в некоторых случаях его название. Иногда микрофон может отображаться в настройках в выключенном состоянии. Достаточно кликнуть по нему и в меню параметров выбрать его в качестве записывающего устройства по умолчанию. Здесь же можно выставить нужный уровень чувствительности и протестировать наличие сигнала. Если микрофон не определяется системой, либо не работает должным образом, обновите звуковой драйвер на компьютере, или загрузите специальные драйвера или программы для приобретенного устройства на сайте производителя. Продолжение следует...